Урок 5. Штриховка и способы ее создания в Автокад. Команда «Штриховка» находится в меню «Рисование». В Автокаде штриховка может быть выполнена одним из стандартных образцов штриховок, имеющихся в самой системе Автокад, или образцом, созданным пользователем, или набором линий, расположенных под определенным углом. В списке «Образец» выбор образца производится по имени. Однако это не всегда удобно. Выбрать по внешнему виду штриховку можно, нажав на кнопку «Расположено рядом с полем». В результате будет открыто окно «Палитра образцов штриховки», и в ней можно выбрать нужный образец. После выбора образца нажимают клавишу «Ок». В поле «Угол» можно изменить угол наклона штриховки. Иногда бывает, что начертание штриховки подходит, но не подходит принятый в образце масштаб линий штриховки и расстояние между ними. В этом случае может помочь окошко «Масштаб». Изначальный масштаб штриховки принимается за единицу. Если нужно растянуть штриховку, то для этого нужно указать значение, превышающее единицу. А если нужно уменьшить штриховку, то нужно указать значение меньше единицы. На примере рассмотрим методы выбора штриховок и выполнение этой штриховки. Например, команды «Круг». Нарисуем круг. Радиус окружности возьмем, например, 40 мм. Командой «Копировать» скопируем эту окружность так, чтобы она накладывалась. Окружность одна на другую. Выберем образец штриховки. Кнопочка «Образец». Выбираем нужный образец, например, такой. После выбора штриховки, образца штриховки, нажимаем на клавишу «Ок». В правой части диалогового окна есть две кнопки. Добавить точки выбора. Нужно указать внутреннюю точку. Или добавить «Выбрать объекты». Нужно показать контур объекта. Воспользуемся сначала первой кнопкой точки выбора. Командные строки нас спрашивают. Укажите внутреннюю точку. Покажем внутреннюю точку. Выбранная область выделяется в точку. Правая кнопочка мыши. Левый – «Ввод». И «Ок». Выполнилась штриховка. Выберем другой образец штриховки. Например, такой. Окей. Воспользуемся той же кнопкой точки выбора. Покажем внутреннюю область следующего объекта. Ввод и «Ок». Еще одна штриховка. Образец. Выбираем образец штриховки. Окей. Точки выбора. Показываем внутреннюю точку. Enter. Ввод. И «Ок». Построим команды «Отрезок. Прямоугольник». Размером 60 на 35 мм. Воспользуемся заданием направления и расстояния. То есть длины отрезка. Показав любую точку. Показав направление построения. Задаем длину отрезка. Например, 60 мм. Показываем вниз. Курсор. И величину 35 мм. Влево 60 мм. И замыкаем. Командой «Копировать» скопируем 4 одинаковых прямоугольника. Выберем для первого образца штриховки полностью закрашенный образец. Можно задать цвет этому образцу штриховки. И посмотрим. Например, вторую кнопочку. Добавить точки. Выбрать объекты. Так как у нас прямоугольник нарисован командой отрезок, то нужно выбирать или в окошко весь контур захватить, или по одному элементу выбрать контур нашего прямоугольника. Правая кнопка «Ввод», «Окей». Закрасился наш прямоугольник. Следующий способ. Градиент. Нам предлагается выбрать или цвет. Можно насыщенность цвета, яркость менять. Выбрать способ заливки. Например, точки выбора. Покажем внутреннюю точку. «Энтер», «Энтер», «Ввод», «Окей». Закрасился прямоугольник. Для следующего прямоугольника выберем образец штриховки. «Энтер», 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 «Ввод», «Окей». Например, такой, «Кирпичики». Точки выбора. Указываем внутреннюю точку. «Энтер», «Ввод», «Окей». Для следующего прямоугольника выберем образец штриховки, у которого будет недостаточно места для построения этого образца. То есть показываем внутреннюю точку, «Энтер», «Ввод», «Окей». Командной строке пишет автокад, что невозможно выполнить штриховку внутри контура. То есть нас не устраивает масштаб изображения. Отменим выполнение команды. Рисование, штриховка. Выберем тот же самый образец штриховки, но только изменим масштаб этой штриховки. Масштаб мы введем 0.05. Точно так же точку выбор внутреннего контура. «Ввод» и «Окей». Размер масштаба определяется просто методом подбора. Тот, который больше нам подойдет для выполнения этой штриховки. Тот, который больше нам подойдет для выполнения этой штриховки. Тот, который больше нам подойдет для выполнения этой штриховки.